И ребят, всем привет. Сейчас в нашем мире происходит очень-очень много плохих вещей, которые очень сложно игнорировать, даже если очень сильно хочется. Я сильно переживаю из-за всего происходящего в мире, просто потому что это касается сейчас нас всех. Где бы мы ни находились, как бы далеко не жили от всего этого, всё равно очень многие переживают. Честно говоря, я человек очень сильно эмоциональный и тревожный, и меня выводит из равновесия абсолютно любая мелочь. Я могу расстроиться из-за любой фигни, иногда вот у близких бывает просто плохое настроение, встали они с той ноги, бывает, и я сразу же начинаю загоняться, переживать за них. И чем дальше я от них нахожусь, тем больше я переживаю из-за их состояния, просто потому что понимаю, что мало что могу сделать. И от этого на самом деле мне становится ещё хуже. Я решила немного отойти от тематики канала и как-то поддержать тех людей, которые находятся в таком же положении, как и я. Возможно, всё, что я скажу, поможет и тем, кто находится прямо в эпицентре событий. Но я там не нахожусь, поэтому я не могу полноценно понимать всю ситуацию и давать какие-то конкретные советы, которые должны помочь людям там. Просто знайте, что весь мир за вас переживает и помогает как может. В описании под видео оставлю ссылку на пост ВК, где один художник собрал кучу полезных ссылок для людей, находящихся, в общем-то, в опасности. Так что, если вы всё ещё не видели этот пост, то обязательно посмотрите. Ну а теперь мы переходим к весьма банальным советам от тревожностей, которые знают, возможно, многие, но в моменты стресса просто не могут сосредоточиться на них, чтобы отвлечься. Итак, ребят, давайте начнём. Самое первое и самое банальное на самом деле это отпишитесь от новостей. Информационный пузырь это, наверное, лучшее решение в данной ситуации. Проще думать, что всё хорошо, даже если это и не так. На бриз, как я могу отписаться от новостей? Да, мне тревожно от них, но я ведь хочу знать, что происходит в мире. Тогда подпишитесь только на проверенные каналы. В том же ТикТоке сейчас столько фейков, просто непонятно, что происходит. Куча фейковых видео, куча фейковых трансляций из Беларуси с наложенной сиреной. Да, я встречала такое и плохо, что люди хотят нажиться на чужом горе, но от подобного никуда не деться. Просто проверяйте информацию, а не верьте всему, что вы видите. Лучше подпишитесь на каналы в Телеграме и заходите туда, если хотите узнать что-то новое. И ещё раз помните, что всё, что вы видите в интернете, это не всегда правда. Второе, это постарайтесь просто отвлечься. Я знаю, что это слишком звучит банально, и наверняка вы пытались, но просто послушайте. Займитесь любимым делом. Я понимаю, как это сложно. Я вот сажусь перед планшетом, и работа у меня просто не идёт. В таком состоянии мозг занят другим делом, и если не получается одно, то займитесь чем-то другим. Не надо себя заставлять делать вот конкретно это дело. Посидите с близкими людьми, позовите друзей в Дискорд. Начните шутить, как обычно, обстановка станет повеселее, и вы сможете заняться чем-нибудь другим. Поиграйте в какие-то игры, желательно не одни, а как раз таки с друзьями. Если такой возможности нет, то выбирайте спокойные игры про доброту, мир, любовь. Боже мой, поиграйте в конце концов в Симс. Сделайте семью, заведите им трёх котов и собак, и вы гарантированно пропадёте из жизни на пару часов. Подумайте о своих персонажах. В конце концов, наверняка есть ситуации и сюжетные дыры, которые нужно закрыть и продумать полноценно. Сядьте за компьютер, поищите информацию в интернете. В общем, продумайте то, что не могли продумать до этого дня. Просто скетчите всякую фигню в скетчбуке, не сильно напрягаясь. Почитайте милую флафную мангу или фанфик. Ну, в общем, делайте всё максимально простое, милое, хорошее и доброе. Третье, это просто выпейте чаю под пледом, посмотрите аниме или фильм наедине с собой. На самом деле, чай очень сильно помогает успокоиться, но если вам он не помогает, то можно пойти по пути Перпин, то есть бахнуть пиво. Но это исключительно при условии, если вы старше 18. Если уж совсем ничего не помогает, ни чай, ни пледик, ни горячая ванна, то просто выпейте вы легеночки и идите поспите. Четвёртое, это просто не оставайтесь наедине со своими мыслями. Это на самом деле довольно легко, если вы социальный человек и вы ходите на работу, учёбу априори каждый день. Можно быть сосредоточенным на работе или общении, на обучении и так далее. Когда вокруг есть люди, то будет намного проще. Если вы такой же хика, как я, то есть вы сидите дома и работа вам не сильно помогает, то дайте себе просто отдохнуть пару дней. Честно говоря, я последние дни почти ничего не сделала из-за работы, я просто не могу сосредоточиться. Я сажусь перед планшетом, у меня не получается ничего нарисовать, всё выходит криво, косо, плохо. Я сажусь написать сценарий, тоже не получается, я сажусь хоть что-то сделать, ничего не получается. Тяжело, не могу сказать почему, просто тревожно и всё. И на самом деле я хотела выпускать готовый ролик, который сделала заранее, потому что не получалось сделать новый. Но потом поняла, что на самом деле все вот эти действия за пару дней мне помогли. Я действительно стала себя чувствовать намного лучше, я смогла отвлечься и записать для вас это видео. Так что решил напомнить вам о том, как важно думать о себе. Посмотрите в конце концов стримы на Твиче или на Ютубе. Ребята из развлекательной сферы сейчас очень сильно стараются, чтобы поддерживать всех в духе. Я в том числе тоже стараюсь для вас. Большинство стримеров сейчас делают акцент на том, чем они занимаются, чтобы вы могли забыться на время. Поддержите их тоже. Я смотрю, например, одного стримера, он начал делать стримы вообще подольше, из-за всей ситуации постоянно шутит. В общем, развлекает как может. Найдите того, кто понравится вам. Ну, раз мы уж поговорили о том, что стоит делать, то давайте я скажу, чего уж не стоит делать. Первое. Писать расистские высказания в интернете. Все мы знаем, о чем речь, я не буду задерживаться на этом пункте. Второе. Раз уж я упомянул стримы, стоит напомнить людям, что писать в чате и спрашивать, а что ты думаешь про... Плохая идея. Как я уже говорила, люди приходят туда, чтобы на время забыть о проблеме. Зачем напоминать им про это? Разводить политические срачи и подобное. Вы так можете лишь заработать мут и еще потом обидитесь, что вот стример такой плохой закрывает глаза на проблему. Никто ни на что не закрывает глаза. Просто у блогеров сейчас другая работа, поймите. Третье. Это переводить деньги непроверенным источникам. Хотите помочь? Это отлично. Просто убедитесь, что этот человек действительно живет в той стране и не обманывает. Посмотрите старые посты, прочекайте страницы. Не стоит помогать пустым страницам, у которых ничего нет. Помните, что мошенники никуда не делись и люди все еще хотят нажиться на чужом горе. В общем, ребят, как-то так. Не сильно шибко длинный ролик получился. Но, честно говоря, это не важно. Я просто хотела поделиться с вами своим опытом. Хотела вам напомнить, что важно думать о себе, не только о других. Потому что, если вы загонитесь и будете постоянно в плохом состоянии, естественно, это плохо отразится на вашем здоровье, на вашей работоспособности и на прочем, прочем, прочем. Естественно, мы все за мир, за доброту. Мы надеемся, что все скоро это закончится и все будет хорошо и отлично. Но я, как обычно, хочу напомнить всем, что очень сильно вас люблю. Вы можете подписаться на канал, если желаете. Посмотреть на мои картинки, которые есть в ИК-инсте, иногда в Твиттере. В общем-то, всем спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, есть ли у вас еще какие-то советы, как можно отвлечься. Ну и всем спасибо, всем пока.